И сегодня мы с вами посмотрим, как можно очень быстро и легко сверстать кнопку. Кнопка вообще это типовой элемент любого сайта, да, наверное, сложно представить вообще любой сайт без такого элемента, как кнопка. Вот, но в принципе то, что мы сегодня с вами обсуждаем, оно подойдет и для любого другого проекта, и для любого другого типового элемента веб-интерфейса. Вот, но мы с вами сегодня посмотрим это на примере кнопки. Создаем, соответственно, HTML-файлик и сразу, соответственно, также добавим CSS-файл для наших стилей. Вот, первым делом создадим контейнер. Мы используем его просто для того, чтобы разместить нашу кнопочку по центру экрана. Соответственно, ширина контейнера 100%, высота на всю высоту нашего окошка 100H, display-flex, justify-content, соответственно, центр, align-items-center. Смотрим, что у нас получается. И для этого нам необходимо открыть нашу кнопочку в браузере. Смотрим. Кнопка у нас по центру не встала, потому что наш контейнер не получил наших стилей, а потому что мы наши стили вообще подключить забыли. Соответственно, CSS-app-css. Еще раз обновляем, смотрим кнопочкой по центру, просто для удобства. И начинаем. Как бы поступил любой верстальщик, наверное, и, скорее всего, более профессиональный, да, продвинутый. Во-первых, он бы начал, соответственно, писать стили, скорее всего, вручную и вспоминать, какие же стили нужны для кнопки. Потому что для большинства кнопок 80% стилей, они, наверное, будут одинаковые. Во-первых, это inline-блок, да, во-вторых, это у нас там пэддинги какие-то, сверху, например, 10 пикселей, по краям 15 пикселей. Например, цвет текста, да, может быть, белый, background color, может быть. У нас, например, там, не знаю, blue, синий, border, возможно, один пиксель, линия и тоже, например, синий. Может быть, border radius, например, 5 пикселей, что там еще. Скорее всего, не сразу, но, возможно, потом вспомним, что нужно еще, оказывается, user select добавить, none, чтобы текст не выделялся у нас на кнопки. Вот, потом мы вспоминаем, что кнопки могут быть разных цветов, да, соответственно, эта кнопка, значит, у нас button blue, лучше это добавить как отдельный класс, да, и перенести сюда цвета. Что еще, что еще у нас может быть для кнопки необходимы. Соответственно, line height, наверняка, надо добавить отдельно, чтобы браузерные стили не применялись, font size, также, да, необходимо прописать, обновляем, смотрим. Вот такая кнопка, например, у нас получается. Можно даже чуть-чуть поширше сделать отступы. Вот, теперь нужно, соответственно, при наведении тоже продумать стили, да, именно для синей кнопки, button blue, hover, у нас может быть, ну, можно для примера просто opacity сделать, да, но в зависимости от вашего дизайна, это может быть какие-то другие стили, то есть мы сделаем просто прозрачность, немножко прозрачность будет меняться. Курсор pointer необходим, как я вижу, потому что у меня указатель не меняется при наведении мыши, вот. Что еще, при фокусе, соответственно, тоже надо не забыть сделать, как минимум, да, стили для того, чтобы у нас не было вот этого стандартного свечения, то есть мы на кнопку тыкаем, видим, такая синяя рамочка появляется, стандартная от браузера, то есть это у нас outline on, вот. Ну и сколько у нас времени вот уже заняла верстка этой кнопки, учитывая, что я, как бы, ну, считаю себя достаточно продвинутым в верстке, как бы, да, и достаточно быстро все это сделал, но, тем не менее, несколько минут мы на это потратили. А если мы делаем по дизайну, то еще дольше, да, мы будем все это делать, вот. Поэтому я предлагаю вам другой способ, который подойдет, скорее всего, для начинающих, но и для продвинутых верстальщиков тоже. Комментируем пока стиле наших кнопки. И так как кнопка это достаточно стандартный элемент интерфейса, и он есть во всех CSS фреймворках, поэтому самое простое это открыть популярный CSS фреймворк, такой как Bootstrap, и, соответственно, просто посмотреть, как кнопка сделана. Там, заходим в документацию, в компоненты, кнопка, и взять просто стиле отсюда. И потом намного проще будет уже их подредактировать, изменить там цвет или какой-то размер, а все остальное, 80% стилей, они, в принципе, остаются стандартные для всех кнопок. Вот наша кнопка со стилями от Bootstrap, просто это заняло буквально несколько секунд. И ButtonBlue, вот она, ButtonPrimary называется в Bootstrap, да, также пишем наш ButtonBlue, оп, обновляем страницу, смотрим. Ну как, буквально несколько секунд нам понадобилось, чтобы создать вот такую кнопку. И теперь намного проще взять, изменить какой-то параметр, там, цвет, либо тот же Padding, да, и, в принципе, получить ту кнопку, которая нам необходима. Конечно же, при наведении стилей мы тоже можем здесь подсмотреть. Вот такие вот стили тут, видимо, Text Decoration надо убрать, вот мы, кстати, про него забыли, да, о чем и речь, что не можем так вот с головы сразу не вспомнить. Да, то есть это для любой кнопки подходит. ButtonHover, Text Decoration None, потому что кнопка может быть и ссылкой у нас, тег А, да, и, соответственно, там будет подчеркивание для текста, которое мы необходимо убрать. И также для синей кнопки на, на ховер, на при наведении мыши тут тоже сразу готовые стили. ButtonBlue, да, ховер у нас стили. И остается только еще проверить фокус. Фокус. BTN Focus, Outline None, тут уже есть, мы видим, да. Нужно просто скопировать вот эту часть, чтобы сэкономить время. Outline None, то есть мы сразу видим все стили, и нам не нужно вспоминать, с чего мы там забыли и так далее. И, соответственно, Button Primary, наша синяя кнопка тоже вот со стилями уже готова. Согласитесь, это намного быстрее, учитывая, что я сейчас пытаюсь комментировать еще свои действия, да, а так вот еще быстрее можно все сделать. И реально это экономия времени. Представляете, так на каждом, на многих элементах можно всегда подсмотреть и быстрее сделать, чем вот вспоминать самому. Вот наша кнопка готова полностью, как в Bootstrap, при наведении у нас тень появляется, вот как видим, при фокусе, да. Не нужна тень, блин, ну просто убрали эту строчку, закомментировали, все, никакой тени нет. Есть только изменение цвета. Вот так, друзья, я считаю, интересный вариант. Вот, если вам видео заходит и было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь, и увидимся уже в следующих видео. Всем пока!